Привет, друзья! Знаете, из чего это всё пошло? Почему человечество пошло и докатилось? До чего докатилось? Потому что вот оно! Потому что люди не знали, что эндорфин, эндорфиноподобные вещества внутри нас есть, и что качать эндорфин достаточно просто. Если просто понимаете, что человек, когда нервничает, он сжимается, он скукоживается, он уходит в позу эмбриона, в позу защитного состояния, а человек, не зная об этом, всё время пытается раскремиться, показать, какой он стройный, гордый, красивый и так далее. Так чтобы он был гордый, стройный и красивый, и здоровый, и пышущий энергии, нужно несколько разжаться, несколько разжаться, и потом легко разжаться. То есть вот этого человек не знал, и поэтому он вместо этого, вместо здорового образа жизни, вместо этого процесса, через сознание, разум, он просто употреблял алкоголь и делал себе праздник. И вот в результате получилось вырождение, что люди просто не понимают, что они могут без алкоголя получать вот это состояние праздника за счёт того, что можно просто создавать синхронизирующие действия в соответствии с текущим состоянием. Делать это профилактически, чтобы потом в ответственных ситуациях быть уверенным в себе. А раньше для этого выпивали 50 грамм для храбрости, а когда были праздники, чокали с бокалами. Вот поэтому это у меня картина. Только шампанским они разбавлялись и разными другими напитками. И это стало традицией на земном шаре, что люди всё время выпивали, когда хотят снять у себя дикое напряжение. Вспомните фильмы, даже голливудские, когда человеку плохо, он вдруг достаёт из шкафа, так сказать, в виски, наливает, и тут все понимали, что ему плохо, и он хочет прийти в себя в порядок привести. Так вот оно в чём дело. А это эндорфиноподобные вещества у нас в организме есть. И когда человек совершает, повторяю, синхронизирующие действия, например, хлёст руками по спине, или шалтай-болтай, или, допустим, лыжника делает, или дирижёра, откуда взялось это всё, вот это всё, дирижёр, откуда взялись эти профессии, и гонки на лыжах, и катание на коньках, и танцевание, и много чего происходит. Это же из внутреннего диалога, это связи социальных моментов с индивидуальными моментами, с этой точкой сборки. Так вот, как раз таким этот ключ позволяет человеку определить себя, найти себя, найти, что ему хочется делать в момент сильного стресса. Например, думаешь об экзамене и наблюдай себя. Что тебе хочется делать? Может быть, тебе хочется потянуться, может, тебе хочется зевать, может, тебе хочется плакать, может, тебе хочется дрожать, может, тебе хочется скукожиться, вот это всё сделай, и ты заметишь, как тебе станет легче. А вот панические состояния, которые человек пережил, панические состояния, у него происходит такое короткое замыкание, условно говоря, он потом всё время ждёт неприятностей, он живёт в другом времени, действительно короткое замыкание, у него время идёт по-другому, потому что каждую следующую секунду, ему, кажется, век проходит, и каждую следующую секунду он тоже ждёт немедленного результата, если он читает какие-то рецепты, если он принимает какие-то препараты, или тем более занимается беспрепаратным образом жизни, когда он сам пытается наладить своё состояние по-здоровому в вашей жизни. Каждую следующую секунду он же в этом времени ждёт результата, а результата в следующий момент нет, он может быть через минуту, а он ждёт каждый следующий момент, и в этом большая ошибка. Он должен продолжать, через минуту будет после действия, будет после действия, после действия. Человек обычно этого не знает, и потому что он в страхе, он ждёт каждую следующую секунду, каждое следующее мгновение, ожидание не исполняется, и он никак не может понять, как это ему делать. Как это ему делать? Раз или два раза в день, или три раза в день, и какие упражнения делать? И он сам не может понять, что надо делать то, что ему нравится. То, что ему нравится, никогда ему не давали в школе, никогда не учили. Это современное, это суперсовременное, это для людей в условиях неопределённости, это для людей завтрашнего дня, делать именно для антистрессовой подготовки к будущим экстремальным ситуациям, к условиях неожиданности, тренироваться именно тем, что делать только то, что приятно. А нам никогда этого не говорили. Нам говорили преодолевать себя, нам говорили о настойчивости, и тем самым вырабатывали старательность, вырабатывали шаблоны мышления, а сейчас ситуация неопределённости, а где нам применять старую шкуру? Ну где, когда каждую секунду что-то возникает новое? Здесь совершенно нужно именно ключ, который помогает нам адаптироваться к условиям новизны и неожиданности, со скоростью инстинктивных реакций. Но мы об этом дальше поговорим, но на самом деле вы сейчас запомните, из всех упражнений физкультуры, из всех упражнений йоги, из всех упражнений цигун, и даже боя с тенью, или игры на барабане, выбирайте, пожалуйста, себе только те, которые вам нравятся, которые через 5-10 секунд хочется продолжать, а те, которые кажутся полезными, которые вам рассказывают, которые вам пишут, люди, которые вообще в этом ничего не понимают, а только транслируют от одного к другому, они же не авторы. Так вот, те не надо делать, даже если вам кажется, что это полезно, делайте полезно вам то, что вам в этот момент приятно делать. И если вы всё время подбираете из целого сомна разных вариантов действий только то, что вам нравится, на самом деле, то, что вы можете делать, 10-15 секунд, и вам хочется продолжать, это и приводит к тому, что вы снимаете стресс. И когда вы так делаете несколько раз, вы научаетесь регулировать своё состояние без помощи алкоголя и без помощи лекарств, а по своей воле. Ну, тут ещё надо продолжение. А это продолжение смотрите в Телеграм-канале. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Совершенно даже не оттягивайте время, потому что время уходит с бешеной скоростью. Особенно для людей, которые в страхе, неопределённости, которые ждут каждую секунду какой-то помощи. На Телеграм-канале подписывайтесь. До встречи!